Уже сейчас понятно, что весь мир столкнулся с глобальным кризисом как в сфере здравоохранения, так и в отношении экономики. Сразу несколько факторов послужили источником огромных проблем для большинства стран, начиная от пандемии и заканчивая нефтяной войной. В таких условиях власти развитых государств объявляют о беспрецедентных мерах поддержки финансового сектора, бизнеса и простых людей. К примеру, США выделили более 2 трлн долларов на стимуляцию экономики и преодоление последствий эпидемии коронавируса. В эти моменты совершенно непонятно, о каком величии России говорят поклонники ботоксного Володи, ведь размер финансовой помощи США для бизнеса и населения составляет 6 годовых бюджетов империи деревянного рубля. По большому счету в этот момент можно ставить жирную точку в спорах о том, кто именно способен претендовать на звание сверхдержавы и мирового лидера. Путину с его командой коррумпированных оболтусов никогда не светит подобная перспектива. В то же время не будет лишним сравнить меры, предпринятые американцами для поддержки экономики и рядовых граждан с действиями, которыми успел отличиться президент российского Мордора. Это позволит понять, насколько тяжелый кризис ждет впереди РФ и что нынешний вороватый лидер наконец-то привел свою страну на финансовый эшафот. Вот только ждать быстрого исполнения приговора и скорой кончины российской экономики не стоит. Все будет на порядок драматичнее и жестче. Итак, упомянув о крупнейшем за всю историю пакете финансовой поддержки экономики, который выделило правительство США, мы не уточнили, куда именно пойдут деньги. Эти ресурсы будут разделены следующим образом. 500 миллиардов уйдут на займы компаниям, испытавшим серьезные трудности в период кризиса. Еще 500 миллиардов потратят на прямые выплаты людям и пособия на случай безработицы. Порядка 350 миллиардов долларов выделят на кредитование малого бизнеса, остальное будет направлено на крупные финансовые вливания в экономику. В этот момент российские предприниматели пустили скупую слезу, ведь о какой-либо поддержке среднего и малого бизнеса Пукинсан даже не помышляет. Единственное, что сделал пляшивый господин Ноль, это внес минимальные послабления в налоговой сфере. Причем о реальной финансовой поддержке, в которой так нуждаются предприниматели, речь не идет в принципе. Но самый главный удар по этой сфере нанес даже не коронавирус, а сам Путин. Ближайший месяц он назвал нерабочим и отправил людей по домам. Вот только зарплату платить компании и частные предприниматели обязаны самостоятельно, хотя их дело фактически оказалось на грани гибели. Люди признаются, им не только нечем оплачивать внезапный отпуск своих сотрудников, но и не за что покрывать даже минимальные расходы. Уже сейчас более трех миллионов предприятий находятся на грани потенциального закрытия, более 9 миллионов человек рискуют остаться без работы. И самое удивительное, что Путин грозится жестко штрафовать бизнес, который не будет выплачивать деньги своим сотрудникам. У Пыни в принципе все происходит в соответствии с логикой типичного гопника – плати или огрею тебя дубиной. Однако бить частный бизнес – все равно, что лупить себя самого по пустому черепу. Крах малой и средней предпринимательской отрасли приведет не только к мгновенному обрушению рейтингов, но и к увеличению радикально настроенных граждан, которые ненавидят нынешний режим. И в этом случае даже многомиллионная армия силовиков, вылизывающих пятки любому вождю, не справятся с протестным движением внутри страны. Их попросту сметут в порыве всеобщего гнева. Кстати, на помощи бизнесу США не остановились. Более 300 миллиардов долларов предусмотрено на прямые выплаты гражданам, чей доход составляет менее 99 тысяч долларов в год. Им выплатят по 1200 долларов, а еще 500 выделят на каждого ребенка. В среднем семья из четырех человек получит порядка трех с половиной тысячи финансовой поддержки. Что тут скажешь? Загнивающий Запад совсем бездуховно живет. Россиянам Верховный Пыня может только волшебный пендель выписать и попросить отнестись к грядущему коллапсу экономики с пониманием. И все это приведет российский Мордор к тому, что уже в апреле РФ ждет сокращение ВВП на 45%. По самым скромным подсчетам в 2020 году общие показатели внутреннего валового продукта упадут на 3%, уйдя в отрицательный рост. Вот такая она, скрепная сила путинского режима, стучит со дна и сияет гнилым величием.